Мы встречаемся в центре Москвы, в районе Хамовники. И здесь, в самом престижном сейчас районе Москвы, или по крайней мере в одном из самых престижных районов, как его еще называют, район Золотой Мили, Золотая Миля, в районе Остоженки, улица Остоженка. Здесь от Первозачатевского переулка и до Коробейникового переулка проходит небольшой Бутиковский переулок. Ну, действительно, многие шутят, что Бутиковский назван фестивом бутиков, таких вот элитных магазинов, с эксклюзивным товаром, с дорогим, конечно, с очень пафосным, с чем-то таким неповторимым, и с чем-то, конечно, очень дорогим, известным. В бутиках продают марки самых известных компаний, там одежду, вещи разные. Ну, и здесь, как бы, тоже имеет отношение к бутикам. На самом деле, конечно, нет. Здесь, в общем, как и на соседних переулках, названия все древние, и название этого переулка появилось еще в середине 19 века, и назван был по братьям Бутиковым. Бутиковым, да, вот, и, собственно, эти братья Бутиковы тут имели текстильную фабрику в 19 веке, вот, в начале 19 века, ну, наверное, в середине тоже, где-то так, в первой половине 19 века она здесь работала, сейчас даже все трудно представить, среди этого элитного жилья, соответственно, что когда-то здесь еще была какая-то фабрика. Ну, тогда Москва была совсем другой, здесь, можно сказать, тогда была окраина Москвы, да, вот, еще до центра, все-таки, ну, до самого центра Москвы довольно далеко, до Кремля там, да, ну, во всяком случае, по тем меркам это было довольно далеко, поэтому еще фабрики работали. Ну, а сейчас, да, сейчас можно сказать, что это название, оно, так сказать, было несколько переосмыслено, да, современными уже, так сказать, господами, современными богачами, и здесь были построены элитные жилые комплексы, ну, и, конечно, элитные офисы, но, по преимуществу, жилые комплексы. Ну, в принципе, не такое отдаленное прошлое, там, в 2000-х в том году, в начале среди 2000-х, и, так сказать, здесь одни из самых дорогих квартир, то есть, и, в общем, одна из самых дорогих цен на землю и, собственно, на недвижимость. По переулку организовано одностороннее движение автомобильного транспорта, первому зачатистому переулку, в сторону первого зачатистого по одной полосе, длина переулка всего 300 метров, и проходит он недалеко от Москвы реки, от Речисинской набережной, и, собственно, параллельно ей, там она буквально проходит совсем недалеко, если мы идем от первого зачатистого в сторону Корабельника, то слева, но если наоборот, то, соответственно, справа, совсем рядом. Выходим на Корабельников, и дальше уже буквально чуть-чуть один дом, и вот она, Московская. Улица, вернее, переулок, это полностью жилищно-офисный, то есть, тут есть только жилые дома и офисы, и надо сказать, что это один из немногих, и проще единственный переулок в Москве, ну, один из немногих, где, в общем, одна только элитная практически застройка, то есть, не сохранилось практически никаких старых зданий. Один только домик сохранился в самом конце переулка, ну, а по сути дела он полностью застроен современными элитными жилыми домами и офисами. Один из немногих примеров. Хотя еще буквально 20 лет назад тут еще было полно старых домов. Ну, вот в начале 2000-х годов больше много, почти все это снесли, все старые домики, и построили вот это элитное жилье, элитные дома. Цены на квартиры здесь начинаются примерно от 300 миллионов рублей. Ну, и продолжается практически до бесконечности. То есть, тут есть цены и за миллиард рублей нередки, и даже больше, 2 миллиарда, то есть, действительно, цены очень большие. Ну, правда, каждая квартира здесь действительно шикарная, то есть, каких-то там 50 метров, там 30 метров, как бывает, допустим, есть там хрущок, ну, здесь это просто смешно, тут практически таких квартир нет. Обычно тут квартиры где-то, ну, 150, там, 250 метров, 500 метров, то есть, вот такие квартиры. Ну, естественно, и цены соответствующие. Поэтому, да, действительно, здесь все очень дорого по ценам бутиков. То есть, вместо бутиков, как магазинов, да, появились здесь построены бутики-квартиры, бутики-недвижимость. Ну, и офисы, конечно, тоже, здесь аренда очень дорогая. Ну, давайте пройдемся немножко по этой улице. Соответственно, от Первозачаевского пойдем, и тут у нас идут вниз справа и слева сначала жилой комплекс Остоженка, Новая Остоженка, Новая Остоженка, соответственно, один восьмиэтажный, ну, это разные, так сказать, корпуса, да, восьмиэтажные, семиэтажные, ну, они все числятся по, соответственно, Первозачаевскому переулку. А потом уже идут дома, соответственно, по этому переулку, шестиэтажные здания по номеру 3, это жилой комплекс Куперхаус, знаменитый. Вот, и, кстати, квартиры здесь уже, в принципе, все квартиры куплены, они могут продаваться только на вторичном рынке, здесь практически жилье, все, оно продается, конечно, можно купить квартиры, но они уже все, как бы, с копеей продаются, то есть уже новый жилье, тут две Куперхаус, все квартиры давно уже раскуплены, и только если на вторичном рынке можно купить, и вот по таким ценам, по 300 миллионов. Вот. 20 квартир в этом Куперхаусе и корпуса, объединенных таким стеклянными галереями. Вот, насколько я слышал, ну, не знаю, сколько правды это нет, но думаю, что близко к правде, что тут даже некоторым фотографам запрещали фотографировать какие-то здания, эти комплексы, которые здесь находятся, абсолютно в Куперхаусе, вот, то есть там очень многие охранники дежурят прямо около домов, но в самих домах там вообще вся напишка на охранниками, камерах, здесь везде одни камеры, камерами все испещено буквально каждый сантиметр, ну, метр точно, этого переулка, ну, и соседних, то есть там молочный переулок, там волны везде камеры, вот, и охранники, они даже часто на улицу выходят, здесь дежурят около домов, и поэтому все просматриваются, даже вот некоторые, говорят, пытались фотографировать, даже иногда и приподходили с вопросом, а зачем фотографировать, здесь нельзя снимать, даже на самом период, ну, там, чтобы даже близко подойти внутрь, там, нет, там даже речь не идет, вот, а здесь даже так, ну, там не был свидетелем, мне, в принципе, я фотографировал очень спокойно, свободно, ну, понятное дело, конечно, с осторожностью, но, в общем, мне как-то удалось, а вообще, говорят, даже такие вдруг, значит, напротив, это Куперхаус находится скверик небольшой, маленький, он, в принципе, больше такой декоративный, чем, конечно, прогулочный, ну, такой местности, буквально, каждый метр застроен, потом идет еще один пятиэтажный элитный жилой дом по номерам 5, это ЖК Гранд Прикс 2004 года постройки, и на пройке находится ЖК молочный дом, пятиэтажный, ну, соответственно, он чистый с пол молочную беремку, и дальше идет несколько офисных зданий, вот, тоже элитных, по номерам 12, 14, 16, вот, они, в основном, все трехэтажные, с настройками, необычной формой, все это новодел, конечно, тоже 2000 году, постройка, или даже более поздняя, ну, и они такие все немножечко необычные, то есть, разных уровней, разных планов, там настройки, постоянно видно, фентхаусы, может быть, какие-то есть, ну, то есть, все остекленные, тут очень много стекла, и в жилых комплексах, и в офисах, вот, это тоже, так сказать, отличается, во многом, этот перевод, и внутри, там, за вот этими офисами, находится еще один жилой комплекс, называемый счастливый дом, под номерами 16, в строении 2 и 3, 4 и 5 этажные, соответственно, всего, в одном, соответственно, порка всего 5 квартир, в другом всего 7 квартир, вот, то есть, не 70, как там, да, не 100 квартир, какой-то, там не 200 квартир, как в некоторых домах, а всего-навсего, там, там, не 500 квартир бывают дома, да, и чуть не 1000 квартир, в некоторых домах, а тут все в 5 квартир, 7 квартир, вот такие вот домики, ну, действительно, счастливый дом, ну, для счастливых обладателей, да, который тут наслаждается красивой жизнью, все они клубные, конечно, 2005 год постройки, ну, вот, когда-то здесь все было, одни старые дома были, старые дома, еще там, 19 век, 18 век, начало 20-го, все снесли, вот, начало 2000-х годов, и вот, эти комнаты, снова построили, начало, середина, ну, конец, соответственно, 2000-х, вот, основная застройка, видимо, вот, дальше, после, вот, жилого комната, Гарант Прикс, да, вот, это идет, бизнес-центр Эпир, под номером 7, 6-этажный, 2008-го года построен, и заканчивается, этот переулок, бизнес-центр, под номером 9, безымянный, 5-этажный, начало 21-го века, вот, интересно, что он закрыт, жалюзи, то есть, стекла, там есть, остекление такое, ну, а видно, чтобы особо не смотрели, в окна там, да, не изучали, ну, и кроме того, чтобы тоже, и от солнца тоже защита какая-то, да, и, может быть, даже частичное движение, от шума, ну, в основном от солнца, конечно, от цвета, ну, и от всяких глаз, то есть, сделали даже жалюзи, на некоторых домах, не только вот в этом бизнес-центре, на них и домах, они еще, помимо остекления, еще жалюзи, интересная такая особенность, ну, это, в принципе, не только здесь, конечно, но здесь это тоже бросается в глаз, ну, и вот напротив вот этого бизнес-центра, последнего, под номером 9, находится единственный домик, оставшийся старый, трехэтажный, еще вот от прошлого, от привета с прошлого, называется, под номером 18, 155-го года постройки, такой трехэтажный, злой дом, ну, действительно, он очень контрастирует, вот с теми элитными, жилыми комплексами, офисами, которые здесь находятся в период, выделяется, 155-й год постройки, но типичное советское время, там, и тут около, говорят, домах около трех метров, ну, скорее всего, его ждет участь, и предыдущих, старых домов, скорее всего, тоже снесут в какой-то ближайшей перспективе, и тоже еще какой-нибудь, новый элитный жилой комплекс, сюда построен, ну, в общем, приходите, здесь есть что посмотреть, хотя, конечно, старых, архитектур здесь нет, каких-то доступов и мчателетей сюда не входит, элитные комплексы, как-то не принято относить к доступу и мчателетей, но, вы знаете, я именно вот из-за этого и советую сюда прийти, чтобы посмотреть, какие сейчас строят элитные жилые комплексы, вот эти все, конечно, дома, они по-своему тоже очень красивы и интересны, по-своему, вот, то есть, это действительно, ну, может сказать, вершина современного, так сказать, домостроительства, да, какие сейчас строят дома для богатых людей. Ну, а доехать сюда, конечно, если никакой общественной транспор здесь не проезжает, ни по этому переулку, ни по соседнему, там ни по Причиненской набережной, ничего нет, но лучше всего доехать от парка культуры на автобусе, по-моему, автобус А ездит, вот, до остановки Зачательский монастырь, она находится на улице Остолженка, и дальше уже от этой улицы Остолженка через Первый Зачательский переулок, соответственно, мимо монастыря, выйдет, соответственно, уже к этому Гутиковскому переулку. Ну, как один из вариантов. Можно, конечно, пешком дать от метро Парк Культура, там, от метро Крахотницкий, можно и пешком. Пожелаю. Приятных прогулок, до новых встреч на Лутиковске.